Доброе утро! К нам вернулось лето в Петербург. Сегодня обещают вроде солнечную погоду. И до 25 градусов тепла, и переменная облачность, правда. Но надеемся, что солнце будет на небосконе сиять в течение всего дня, но еще и завтра, и останется на выходные. А что с этим мы делаем? Мы, конечно, стараемся выйти на улицу поближе к воде, для того, чтобы восполнить витамин D. Да. Мы, как жители бессолнечного в целом региона, все время должны об этом думать и подставлять себя к солнышку. Витамин D участвует в обменных процессах, это мы тоже знаем, но, как выяснилось совсем недавно, витамин D оказался совершенно бесполезным для здоровья мозга. Такой вывод сделали австралийские ученые. Они провели исследование, во время которого наблюдали за состоянием пациентов, принимающих витамин D. Однако его дефицит в организме никак не повлиял на появление и развитие неврологических расстройств. Кроме того, витамин оказался бесполезен для нервной системы и мозга. Но это что касается, действительно, мозга. А в целом мы, конечно, прекрасно понимаем, что витамин D нужен нам для наших косточек, особенно в детском возрасте, поэтому вырабатывать его нам жизненно необходимо. Необходимо, да. Но и существуют мифы, к которым нужно просто сейчас в них разобраться, какие они существуют. Да, мы не все знаем о витамине D, действительно. Не все знаем о витаминах, знаем единственное, что нужно находиться на солнце. Но не всегда так. Давайте разбираться. Все витамины группы D вырабатываются в коже под воздействием солнечных лучей. Ну, казалось бы, все так, все верно, но есть одно но. Витаминов группы D несколько, и все вырабатываются благодаря солнце, кроме витамина D2. Он может поступать в организм только с пищевыми продуктами, к которым относятся, например, грибы, молочные продукты, печень, яйца и другие. Но полное исключение такой пищи приводит к серьезному дефициту этого важнейшего соединения. Миф номер два. Суточную дозу витамина D можно получать исключительно с пищей. Для того, чтобы получить суточную дозу, ту самую, необходимо съесть почти килограмм трески, или 150 граммов лосося, или 20 яиц, полкер, лосыр и сливочного масла. Но, знаете, если прибегать к таким методам, то почти наверняка это закончится пищевым расстройством. Поэтому шансы получить витамин D только с продуктами крайне невелики. Ну, очень часто нам медики говорят, что крайне важен витамин D для наших детей до двух лет. Вот обязательно принимайте. А про взрослых ничего не говорят. А про взрослых ничего не говорят. Так это вот на самом деле миф. Витамин D, например, взрослым после 70 лет просто необходим. Так как мы и люди подвержены внезапным переломам, вывихи. Все, что связано как раз с опорно-двигательным аппаратом. Уже не так крепки действительно. Да. И, конечно, особенно актуален витамин D для женщин в период менопаузы. Миф номер четыре. Солнцезащитные средства никак не влияют на выработку витамина D в коже. Необходимо знать, что когда вы наносите на кожу средства, то выработка витамина D под действием солнечных лучей в этом месте снижается на 99%. То есть вы вроде защитили себя от ожогов, но при этом не выработали витамин D. А при этом лучше тогда все-таки, например, ходить в облачную даже погоду по улице. И при этом сам вам не нужно пользоваться солнцезащитными средствами, а витамин D вырабатывается. А еще есть миф такой, что темнокожим людям вообще загорать не нужно, и в витамине D они не нуждаются. Ну, как оказалось, чем темнее, тем нужнее. Вот как выходит. На самом деле, в странах, где солнце светит круглый год, и, казалось бы, данной проблемы быть не должно, фактически дефицит этого витамина наблюдается у 60-80% населения. Ты знаешь, я как раз читала о том, что люди темнокожие, когда приезжают, например, в северные регионы на постоянное место жительства, то они испытывают особенную нехватку витамина D, потому что у нас как раз регион практически без солнца. Я предлагаю о витамине D и вообще о микроэлементах и макроэлементах в нашем организме, в организме наших петербуржцев поговорить с экспертом, который к нам пришел в студию. У нас в гостях Инна Кононенко, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Доброго вам полезного утра. Все мы правильно сказали. Вы сейчас слышали наш разговор относительно витамина D в организме петербуржца. Нам что, не хватает его? И где нам его еще получить? Вот конкретно нашему региону, да. Да, конкретно нашему региону не хватает витамина D. У нас сейчас нет статистических исследований, которые бы проводились по дефициту витамина D в нашем городе. Сейчас только запущено такое исследование. Но могу сказать по своим пациентам, я у каждого своего пациента определяю уровень витамина D в организме. И в лучшем случае 1-2 человека за год попадаются, у которых отсутствует этот дефицит. У всех остальных дефицит витамина D есть. И я занимаюсь исполнением дефицита. Если понимать, в процентном соотношении дефицит. Дефицит витамина D я смотрю по анализу крови 25 у HD. И он измеряется в единицах измерения на грамм на литр. И когда этот уровень меньше 30, то мы говорим, что это даже отсутствие защиты от остеопороза. И такой низкий уровень, меньше 30, есть 95% населения. А каких витаминов и макроэлементов еще у нас не хватает в организме? Вот именно у петербуржцев. Потому что мы же понимаем, что живем в довольно северном расположении. Да, и если про витамин D мы слышим и понимаем, потому что мы без солнца. Но каких еще у нас не хватает? У нас не хватает витаминов группы В. Это витамины B6, B12 и фолиевая кислота. Тоже в достаточно глубоком дефиците. Но порядка, наверное, 60% пациентов, которые обращаются ко мне на консультации, имеют дефицит этих витаминов. Где их брать? Из чего получать? Как организм может ли он сам синтезировать этот витамин? Витамин может синтезировать... Организм может синтезировать витамин B12. Для этого должна хорошо работать микрофлора. И как раз за счет того, что многое количество людей находится в дефиците микрофлоры, у нас есть дисбактериозы, то выработка витамина B12 у нас очень снижена в организме. Но его получать нужно из продуктов каких-то? Или все-таки помогать себе волшебными баночками с таблетками? Вот о химических как раз соединениях, вот искусственных витаминах хочется уделить больше внимания. Говорят, что организм их не усваивает. Организм усваивает. Это видно. Видно это по анализам. Видно по улучшению состояния. Но, безусловно, усвояемость витаминов зависит от качества нашей микрофлоры кишечника. И существуют сублингвальные формы некоторых витаминов и микроэлементов, которые позволяют лучше их усвоить. В случае неусвоения сублингвальных форм даже есть парентеральные формы. А как узнать, что у нас усваивается, что не усваивается? Исключительно только по анализам. И вообще рекомендуют мультивитаминные комплексы. А мы же знаем, что один витамин с этим не стыкуется, а другой элемент с этим не стыкуется. Мультивитамины или упор на В, витамин на Д? И в разное время? По часам? Я не использую витаминные минеральные комплексы для устранения дефицитных состояний, потому что, во-первых, в них витамины и микроэлементы находятся в слишком низких дозировках. То есть если брать, например, тот же самый витамин Д, то в комплексах его содержится порядка 400 международных единиц. Для того, чтобы устранить дефицит витамина Д, я использую дозы 5-10 тысяч международных единиц. Для этого существуют отдельные таблетированные препараты. А вот мы у петербуржцев спросили, как они восполняют недостаток витамина Д в нашей группе телеканал 78. Давайте посмотрим ответы. Вот первый ответ. Стараюсь больше время проводить на солнце. Так поступают 45% петербуржцев. Пью витамины как раз те самые. Это 35% недалеко ушли. И не знают о витаминах ничего 20%. И у нас, кстати, есть комментарий. Ольга Еримова пишет. Анализ на витамин Д не включен в поле СОМС, а стоит около 2000 рублей, да и более. При приеме его нужно контролировать, поэтому клиники платные, видимо, и завышают цены на анализы. Вот что можете сказать по поводу этого? Нужно ли сдавать, да, все-таки анализ витамина Д и тратить на это собственные деньги? Да, анализ на витамин Д надо обязательно сдавать. Он действительно стоит порядка двух-двух с половиной тысяч рублей. Но многие клиники как раз проводят акции, и этот анализ можно сдать в ряде клиник за тысячу рублей. И не скажу, что он не входит в ОМС, и можно обратиться к эндокринологу. И если эндокринолог увидит у вас именно проявление дефицита витамина Д, то он может назначить этот анализ и бесплатно. А как, кстати, опять же увидеть, что дефицит витамина Д? И мне все время кажется, что какое-то депрессивное настроение говорит о недостатке витамина Д. Это ошибочное мое мнение? Ну, прежде всего, легко увидеть дефицит витамина Д по мышечной слабости. Потому что витамин Д очень влияет на работу мышц. И как раз вот нарушение походки, равновесие, да, когда человек не может удержать свое равновесие. Есть такая даже поза журавля. Нужно встать, развести руки, поднять одну ногу вверх, закрыть глаза. И если вы можете простоять в такой позе 30 секунд... Можно я вот сейчас попробую? Я переживаю, есть ли у меня достаточное количество витамина Д? Развести руки. Да. Закрыть глаза. Да. Поднять ногу. Поднять одну ногу. Ничего, что я на каблуках. Так, Люба, я тебя... Да, можете снять обувь. Сейчас уж не буду. Так, подняйте одну ногу дальше. Так надо простоять 30 секунд. Понятно. Люба, у тебя недостаток витамина. Если вы можете простоять 30 секунд... У меня слишком высокие каблуки. У тебя недостаток в каблуках. 30 секунд надо так простоять. 30 секунд. Тут Карат говорит, что у нас нет мышечной слабости. Если мы можем простоять, да, есть вероятность того, что дефицита витамина Д у вас нет. А вот если вы не можете простоять, то, скорее всего, дефицит витамина Д есть. Все-таки про петербуржца. Витамина Д не хватает, витамина Б еще, если быстро успеть перечислить, каких у нас нет. Очень глубокий дефицит железа. еще? Магний и цинк. Вот, запомнили. Только покупаем отдельно эти препараты и потребляем... Витамины, да. И консультируемся, конечно, с врачом. Потому что переизбыток витаминов в нашем организме тоже может нанести. Вред, спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами. Напомним, что у нас в гостях была Инна Кононенко, врач-диетолог, кандидат медицинских наук.